14 сентября начинается активная фаза российско-белорусских учений Запад-2017. Украинские власти увидели в них угрозу для страны. Президент Петр Порошенко в своем послании к Верховной Раде даже предположил, что Россия готовит наступательную войну континентального масштаба. Что на самом деле стоит за этими учениями, мы поговорим в студии. С нами военный представитель миссии Украины при НАТО в 2008-2011 годах генерал-майор Петр Горощук. Здравствуйте. В связи с предстоящими российско-белорусскими учениями 2017 западные издания начали говорить о том, что боевые оперативные возможности блока НАТО, армии США и ВС Российской Федерации можно сравнивать. Это отражает подозрение, что под видом учений Россия возможно готовит наступательную операцию. Насколько эта информация реальна и что можно на самом деле ожидать от начала и развития учений? Проведение таких учений у границ с Украиной это серьезная угроза нашему государству. И очень хорошо, что наши руководители принимают заранее меры по возможному отражению агрессии Российской Федерации с севера. А признаков этих есть немало. Во-первых, война на Донбассе развязана Российской Федерацией против Украины, наращивание группировки в Крыму, развертывание полнокровных дивизий на востоке нашей страны, три дивизии, это известно, шесть бригад. Ну и, конечно, вот это вот учение сверху. По сути, Украина окружена со всех сторон, кроме западной стороны, российскими войсками. И если кто бы мог подумать, что Крым может быть аннексирован, кто бы мог подумать, что в Крым руководство соседнего государства пошлет своих так называемых зеленых человечков с оружием. Никто не мог предположить. А почему мы можем отрицать, что с севера не могут начать войну и с востока, и все, против Украины? Или, с другой стороны, оттянуть наши войска, наши силы на север и ударить, скажем так, с востока и с юга? Это возможность такая есть. Тем более количество вооружений, которые имеются у страны агрессора, к сожалению, к большому сожалению, что такая страна стала агрессором, порушившие все международные договоренности, межгосударственные, в том числе большой, так называемый, договор о дружбе, который был заключен в Киеве президентом России Ельциным, подписантом этого договора между Россией и Украиной в 997 году. На сегодняшний день сохраняется беспокойство о том, что увеличение численности ВС России на западных рубежах после учений сохранится и останется. Есть все же эта вероятность такая, на факты, на какие можно опираться, чтобы это беспокойство обдумывать и озвучивать? На мой взгляд, все же таки Россия оставит часть войск там, если, при одном условии, если не будет агрессии со стороны России против украинского государства. И заверение президента Беларуси Лукашенко о том, что с белорусской земли никогда не будет агрессии в сторону Украины, ну, можно воспринимать по-разному. Дай Бог, чтобы это не было. Вместе с тем, мужество нашего солдата, доблесть офицера и мудрость генерала не позволит, чтобы другое государство начало агрессию против нас. Это мужество не один раз подкреплено на востоке моей страны. Существует такая информация, уже появилась СМИ о том, что численность участников учений будет превышать 100 тысяч, при том, что заявленное количество – это 12 700. Насколько эта информация подтверждается, и что будет в вопросе международных наблюдателей, если это количество будет превышено? Я вам хочу другое сказать, привести реальный исторический пример. Прошлый год учение 2016 на Кавказе было заявлено 12,5 тысяч военнослужащих, а реально принималось со стороны Российской Федерации больше 120 тысяч. Поэтому, а тем более 7 тысяч эшелоны с боевой техникой, с личным составом, я думаю, что это будет значительно больше. Количество, ну, это будет, видимо, после, так сказать, проведения этих учений, если не будет, опять же, агрессии против нашего государства. А те наблюдатели, которые есть со стороны НАТОвских стран, со стороны Украины, со стороны Украины только два офицера, с центра верификации, я их прекрасно знаю, да, они поехали, но они же не будут допущены к реальным планам, и не будут допущены к прослушиванию тех команд, которые будут, будут приказы, которые отданы из Кремля в сторону высшему военному и политическому руководству этого государства. Поэтому верить сейчас в условиях такой брехлевой информационно-психологической пропаганды, который ведет соседние государства против Украины и против населения своей страны, то же самое, ничему нельзя. И тем договорам, которые заключались этой страной и руководителям от имени этой страны. При тех условиях, которые вы обрисовали, возможная опасность, может ли Украина противостоять тому, что будет со стороны России? Вы знаете, на мой взгляд, может. У нас для этого есть силы, средства и, самое главное, мужество и консолидация граждан моей страны после начала российской агрессии, после аннексии Крыма. Вот соседнее государство никогда не думало, что пойдет войной на нашу страну, якобы на Донбассе будет все так, как в Крыму, без единого выстрела, без ничего. Оказалось, что Путин даже был не способен пойти на такие жертвы со стороны России и со стороны Украины, на которые сейчас можно предстоять. Наши солдаты, генералы и офицеры готовы защищать свою родину и выполнить свой конституционный долг. Так, как было сто тысяч лет назад, так, как было это всегда. Они для этого подготовлены, для этого они обучены и они знают свое дело, несмотря на то, что очень хорошо обучены наступательным действиям военнослужащие соседнего государства. Какие угрозы есть в связи с учениями для стран Балтии, если они есть? Можно ли об этом реально говорить? Я думаю, что есть также. Вы посмотрите географически. Россия и Калининградская область, она как бы оторвана. Поэтому это большая угроза для стран Балтии. Тем более, руководитель соседнего государства, фамилия которого Путин, который несет ответственность за кровь, за жизни, за страдания людей, он может пойти на любую авантюру. Почему? Да потому что он считает себя сейчас таким великим человеком, хочет войти в историю, как великий человек. Но мы видим, что он уже вляпался. Уже идея русского мира, она лопнула, как мыльный пузыр. Дело в том, что у нас, на территории нашей страны, не только украинском овные защищают свою родину, но и русскоязычные наравне с украинском овными. Я бы мог привести очень много примеров, но, на жаль, у нас эфир. Не такой широкий. А какую роль в ситуации отношений Украины с Россией в данном контексте играет Беларусь? И можем ли мы доверять Минску в этой ситуации? Вы знаете, на мой взгляд, вот я смотрю на президента соседнего государства, северного, он как бы играет такую роль и проводит политику дружбы с Украиной. Вместе с тем на парадах в Минске в честь независимости 3 июля каждый год участвуют российские военнослужащие. Реально батальоны проходят, реально в воздухе боевые самолеты пролетают с российскими офицерами. И об этом объявляется для всего общества. На территории Беларуси проводится антиукраинская пропаганда, очень мощная, очень мощно влияет, профессионально влияет на умы и сердца не только российских граждан, но и Беларуси. Вместе с тем Лукашенко хорошо понимает, он опытный политик, что если со стороны Беларуси будет агрессия даже не военнослужащим Беларуси, а военнослужащим России, это значит, что Беларусь напала на Украину. И в историю это войдет как агрессия со стороны Беларуси. Он это прекрасно понимает. Он же был в Киеве, успокаивал, я думаю, наше руководство, наш народ. Мы верим пока Беларусам и президенту Лукашенко. Но как будут развиваться события, я думаю, по окончании этих учений, если они не перерастут в агрессию, мы реально увидим. По вашему мнению, есть ли у России ресурсы для начала масштабной и континентальной войны, как сказал Петр Порошенко? Я думаю, что такие ресурсы и развернутые полнокровные части, которые укомплектованы самой современной техникой, укомплектованы личным составом на 90-95% на границах с Украиной, такие есть. Мне трудно, если бы не было Крыма, аннексии Крыма, наглого, нехорошего, противоестественного, значит, мы бы тогда, может быть, об этом даже не думали. Но сейчас это да. Это одно. И второе. Надо не забывать, что Россия – это ядерное государство. В мире накоплено ядерное оружие, которое в шесть раз может убить все живое на земле. 93% этого ядерного потенциала в двух странах – Соединенные Штаты Америки и Россия. Поэтому за спиной России вот такая ядерная мощь. Поэтому вместе с тем я очень верю, еще раз подчеркну, мудрость нашего высшего военного руководства. который все к этим учениям подготовлен так, как должно быть в планах и реальных, скажем так, реальных разработках, реальных наработках. И на востоке нашей страны, и на севере нашей страны. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, у нас в студии был военный представитель миссии Украины при НАТО в 2008-2011 годах генерал-майор Петр Горощук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова